Привет! Сегодня мы с вами приготовим самый простой ужин на свете. Это будет некое подобие пасты карбонара. Если у вас есть 20-30 минут после работы, этот ужин для вас. Погнали! Так, вот что нам понадобится. Макароны, а также грибы. Я взяла обычные шампиньоны. Если вы вдруг располагаете шитаки или ерингами, они, конечно, более такие мясные и, наверное, лучше сработают в этом рецепте. Но для простоты и удобства мы берем грибы обычные, самые, которые можно найти в любом магазине. Потом мы берем нутовую муку. Она выглядит обычно вот так. И вот это она. Молоко. Снова все тоже. Вот этому пакету мне хватило на три рецепта разных. И еще на то, чтобы поесть маффины и запить их молоком. Вот эти специи искусила у меня есть чеснок и лук. В идеале можно использовать рили чеснок и рили лук, но мы же не хотим тратить много времени на что. Поэтому мы просто пахнем туда разных специй и будет норм. Теперь два экзотических ингредиента в этом рецепте. Это, в принципе, то, что, мне кажется, каждый бейби-веган должен уйти на своей кухне так или иначе. Поэтому просто купите это один раз и вам хватит на какое-то время. Особенно, что касается вот этой черной соли. Черная соль, также известная как каланамак. Не знаю, как правильное дело с ударения, извините заранее. Ее можно купить в джаганате. Черная соль нужна для того, чтобы придать блюду такой немножко яичный серный запах. И вот часто используют эту соль в рецептах тофу скрэмбла, нутовых омлетах и так далее. Ну и, конечно, чтобы придать сырный вкус, без того, чтобы использовать веганский сыр, который часто бывает недешевым или его сложно найти. Или, в общем, разные другие могут сложности возникнуть на вашем пути при поиске веганского сыра. Поэтому мы возьмем дрожжи. Как вы помните, это не такие дрожжи, не такие дрожжи, которые используются в выпечке, а вот такие неактивные, дезактивированные дрожжи, также известные, как нутричнл ест. Я купила эти в джаганате, но их можно заказать в большом количестве на iHerb, купить в хэппи-веган-шопе, в общем, где угодно. Сейчас мне тоже кажется, что это уже не самый экзотический ингредиент. Капелька нашего любимого яблочного уксуса. Поехали! Ой, я чуть не забыла, еще кое-что вам понадобится для этого рецепта. Это штаны посвободнее и поэластичнее, потому что я гарантирую, вы съедите больше одной порции за раз. Упс, бывает. Первое, что мы с вами сделаем, режем грибы. Я совершенно забыла про еще два ингредиента, которые нам понадобятся. Они как раз нужны будут для того, чтобы быстренько замариновать грибы, пока варится паста. Эти два ингредиента, это соевый соус, мы с ним сегодня сочетаемся, и жидкий дым. Вместо жидкого дыма, если вы почему-то не доверяете этой субстанции, или не знаете, где ее купить, или просто не хотите это использовать, можно использовать копченую паприку, а можно вообще отказаться от этого. Собственно, эти штуки нужны, чтобы сделать грибы более мами. Грибов я взяла штук 8. Рай для неаккуратного человека. Вот этот рецепт, потому что можно просто все зафигачить, и будет нормой. Готово! Теперь мы замаринуем порезанные грибы в небольшом количестве соевого соуса и жидкого дыма. Просто поливаем немножко, перемешиваем, так, чтобы всем досталось. И капелька жидкого дыма. Все, теперь мы это оставляем минут на 10-15, заодно закипит вода и сварится макароны. А мы пока приготовим с вами соус. Для начала это чашка растительного молока, у меня соевая. Так, макарики отправляются в кастрюлю. Окей, нежно перемешиваем это, чтобы не было комочков. Удивительно, что нут и производные из него, то есть мука и аквафаба, почему их так часто используют в различных рецептах, в которых изначально были яйца. По-моему, это довольно интересно. Вот смотрите, сейчас я взбиваю, там прям такая пенка. И на самом деле, когда делают веганский салат с тунцом, там тоже всегда используют нут. Меня это удивляет, потому что, когда я делаю это, мне это напоминает не тунец, несмотря на то, что я добавляю там типа водоросли и всякое такое, чтобы это было на вкус как рыба. Мне это реально напоминает яичный салат, не знаю почему. То есть и сам нут тоже в некоторых конфигурациях напоминает яйца. Я бы сказала, что макароны нужно варить до состояния аль денте, потому что потом мы с вами их закинем в сковородку с грибами, с соусом, и они размякнут еще, поэтому лучше не переваривать макароны. Добавляем оставшиеся сухие ингредиенты. Чеснок и лук я добавлю на глаз. От дрожжи нам нужны четверть чашки, но мне кажется, что у меня меньше, поэтому я просто добавлю все, что у меня есть. Пол чайной ложки черной соли. Если вы часто готовите по рецептам из интернета, я реально рекомендую вам купить вот такой наборчик ложек и чашек мерных, которые будут соответствовать американским размерам, которыми все исчисляется в американских рецептах. Так, макароны варятся, грибы маринуются, соус уже готов. Так что мы можем с вами сделать наше любимое. Помыть посуду. Пишите в комментариях, под какую песню вы в принципе танцуете, когда мыете посуду. Потому что почему нет? И так похоже, что наши макароны готовы. Так, отставляем пока макароны в сторону. И начинаем жарить грибы. Бросаем грибы на сковородку. Грибы сами выделят жидкость, поэтому в этом резерте можно вообще обойтись без масла. Ну реально. Полчаса спустя офигенный ужин готов. Вере красиво. И я уже знаю, что супер вкусно. Поэтому. Яйца, бекон. Вот это все. Продукты эксплуатации, страданий и прочее говно. Вам не нужно это в жизни. Если вы можете делать это дешевле, быстрее, офигенно вкусно. О май покин гад. Если вы сделаете этот рецепт, вам будет 7 лет вести в жизни. Животное скажет вам спасибо. А я в следующем выпуске. Станцуй под любую песню. Станцуй под любую песню.